МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельчан, у Гомеля открыли помник братам Лизюковым. Разом мы можем усе. Важная частка святочной программы – инклюзивный пробег. У подарунок до святок концерт. С Днем Незалежности гомельчан повиншовали гурт «Тягни Таукай» и заслуженный артист Российской Федерации Валерий Сюткин. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У имя Незалежности в Беларуси зауседы будут шановать великий подвиг старейших поколений. Про это говорится у веншаванне президента Беларуси Александра Лукашенки с айчинником у гонор 75-ти годзе вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников и Дня Незалежности. Керауник державы отзначил, что национальное свято, объядновывая беларусов у имкненни до миру с годы и захаванне героичного летопису краины. Великая айчинная война увайшла у кожную семью болем страт, принесла гора и нечеловечая покуты миллионам беларусов, але обудила у розумах и сердцах кожного почутчо национальной едности, грамадянского обовязку и готовности оборонять родиму до опошнега дыхання, говорится у веншаванне. Перамога над нацизмом стала актом высшейшей справедливости и символом непохисности беларускага народа. У имя своей незалежности, исторической правды и миру на земле мы завсюды будем шановать великий подвиг старейших покаленнеў и мкнуться быть достойными их памяти. На прикладе життя саправдных героев выховывать своих дятей и разом с ними стварать будущень у Беларуси – суверенной, мощной, квитнейчай краины, подкреслив Александр Лукашенко. У Гомелі свято почалося з великого шэстя по советской. По головной улице города прайшло больше, як 20 тысяч человек. Те, хто воевав, хто обороняв тыл, хто стратив у боях своих батьков и дядов. И те, кому наканавана заховывать мир у нашей краине сёння и у будущем. Со святочных мероприемств в сюжет Марины Джалай. До початку урочистого шэстя – полгадіны. Одны выстроюваюцца у колонны, уздымаюць растяжкі, завершаюць опошнє приготаванні перад стартам. Іншы – з радостью и хваляванням тіснуць адзін одному руки, пасябровскі обдымаюцца. Гэта ветераны. За узросту яны не так часто сустракаюцца. По основным вось на таких святах. А яшый на дворі сёння зробіла саправдный подарунок, змінівши безлітосну спякоту на пяшотну ціплэню. В кожному городі сьогодні Беларусі, і в кожному районам, і в кожному селённому пункті ділаецца што-то, што пачціць ветеранів, учасників війни, які не щадять свій жызні, а їх багато погибли. Далі нам можнаць вот так сабірацца, веселіцца, радовацца сонцу, пагоді, своїм децям, внукам і всім людям. Бадай, менавіта гэта і єсть самая каштовнае. Калі можна жити і отримлювати асалоду от самих простых і одночасово важних речів. Об безценності міру і радості свабодного життя не стамляються нагадувать ветераны. Іх біль от успаміну об воєнних жахах стіхає, але не знікає. День освобождення. Я б хотів поздравити всіх білорусів з цим днём, днём побіду над врагами нашої Родіни. І пожелати здоров'я, щастя, удачі і все найбільше. Сьогодні особливий день і для тих, хто пасля війни подимав город з руїн. Отбудовував, не шкодуючи ні часу, ні здоров'я. Гомель, не узнать, в своє время, где-то в конце 40-х років років ми комсомольці, роботи на сельмаші, роботи, ну як, ще пацан був, але вже роботи. Отработуємо смену, після роботи нас везуть на розвалині. Діляли розчистку, уборку міста, і зараз, як кажуть, друг нашого БРСМ, вони мене приглашаються на конференцію, на совіщання. Я горжусь, що в нас є смена, то ж саме БРСМ. Так супала, що літерально про схвіліну наша здимачна бригада сустріла першого секретара Гомельського обласного комітету БРСМ Ігоря Завалія разом з сином Максимом. Батька не просто привів хлопчика на свято, а розслумачив, з якої нагоди сьогодні тут собралося стільки тисяч чоловік. Що таке День независимости? Почому він празднується? І вот даже вот этим разговором сьогоднішнім, он сьогодні очень много узнал того, чого, например, в следующем году уже попросит, «Папа, ми підемо на парад?» Напевно, мінавіто так і треба. Тлумачити дітям усі основні віхи гісторії у сім'ях, не сподіватися тільки на шкільні уроки гісторії. Такі гутерки з самими близькими людьми, батьками, обов'язково застануться у пам'яті дітей назовжди. Дедушка мій теж був прадедушку на війне, і т.е. підтримати, ну, якби інтересно. І взагалі узнавати щось о старому, ну, все, що происходило раніше. «Всім дедушкам спасіба за побіду, всіх з праздником, ура!» Хвилина у хвилину починається шісті. 20 тисяч чоловік під гуці оркестра рухаються по вулиці Савецкій. Ветераны, молодь, працівники улади і працівних колективів. Такі масштабні мероприємства завсюди заворожують. У гэтым відшувається справдна сіла яднання. Далі колонна проходит на площу праці. Тут традиційний урочістий мітінг і церемонія ускладання кветок і вянків до братської могилы советських воїнів і підпольщиків. Але спочатку невеликий екскурс у далеке воєнне минулое. Почас великої чині війни більше 200 білорусських городів було розбурено. Знищено свыше 9 тисяч вісок. Прикладно мільйон 300 тисяч білорусів воєвали на фронті. Калі 300 тисяч потім узнагородзіли орденами і медалями. Звання Героя Савецкого Союза були у достойні 400 чоловік. З їх 120 – жахары Гомельщини. Саме главное, щоб, конечно, ніколи не було війни. І пусть молоді, які зараз вчитися в школах, в інститутах і в університетах, пусть она добивається свого, пусть прийняють все знання, які тільки їм дають преподаватели, щоб їх использовать в дальнійшій жизни на благо нашої замечательной Родіни Білоруссі. Далі основные святочні мероприємства протягнулися на площі Ленина. 3 липня 1944 року під час операции «Багратийон» був вызволений Мінськ. Сама операция почалася 23 червня. А вже 27-го, коли окруження замкнулось в окол Бабруйська, 29-го – в окол Могилєва, так само були окружені части в окол Мінська. Це був уражливий реванш падзей 1941 року. Тоді фашисты, які отрапили у окруження, не тримали належній підтримки. У гістору вийшла радіограмма, відправлення 49-й армії во власний тыл. Скиньте з самолета хоча б картами особисти, ці вже списали нас. Отказу не було, і не у забаві протягніки здалися. Увы, ніку вже 28-го липня червона армія заняла Брест і завершила вызволення Білоруссі. Службу я начинав в Германії. І про себе скажу так. Ми пол Европи не пройшли, в Германії служили. Не ми победу принесли, але ми її продлили. За годом год от той війни нас время уносило. І ми держали мощний щит. Була така сила. Ми були там, большим щитом, на дальнем зарубежі. І помню я долгий дом. І я горжусь, як прежде. І не забудем всіх, хто в ГДР стояв. Хвала і честь тебе, солдат, за то, що мир держав. І ще раз всіх з праздником. Складано перелечити усе мероприємства, які подрихтовали организатори для тих, хто шанує сенішнія святы. День незалежності і 75-годі вызвоління Беларусі. Але кожна зіх з обов'язковым напамінам об війне. Парад воєнной техніки, пісні тих шасов, выстава узброєння. Але галонная атмосфера, яка ў гэты день пановала на кожной святочной пляцовці. Свята Дня Незалежності, гэта увасабління героїзму, стойкості, мужності і величі духа нашага народа. Сімвол єдності, добробыту і розквіту Беларусської держави. Марина Джалая, Наталя Невяроўска, Валерій Гапанько, телеродо і компанія Гоміль. На площі перемоги у Гомілі у бронзі ожила історія гомільській сям'ї прославленных героїв. Пам'ятный знак братам Лизюковым, Євгену, Александру і Пятру разм'ястівся на супраць обласной бібліотекі ім'я Ленина. У открыті меморіала прынялі у дзел нашаткі героїв, керавніства в області города і проставнікі делігації з пабраціва Гомілі города Воронежа. Падрабязнасті у Наталі Капрыленка. Три браты, які героїчна загінули на фронті. Унікальна сям'я одна з дванадцати на всю Вяліку Україну, по якій были одразу два герої Савецкаго Саюза. У 1942-м середній брат Александр Лизюков, генерал танкового войска, загінув у бої под Воронежем. Молодший брат Пётр у 44-м загінув под Кюнинсбергом, організовуючі падмацавання для сусідній Стралковой дивізій. Звання Героя Савецкаго Саюза юна трымаў пасмяротна. Вядома, што трэцега старэйшага брата Яугена Лизюкова не узялі на фронт пастані здоров'я. Не змірыўся, адправіўся ў саму гушшу Центральнага Беларускага партызанскага руху. Аутар скульптурной компазіцій, вядомы гомельскі скульптар Валеры Кондратенка і мкнуўся пірадаць празвобразы героў рэальныя чалавеччай лёсы. Так, гэта памяць асобна узятай сям'ї, а ліж гэта яшчэй символічная даніна павагі ўсім героям, яких не дачакаліся с фронту родныя і близкі. Цапер, ўвасобившэся ў рэальныя величнай форме, наші землякі отрымали апошні загад стоять на варце роднага краю. Действительно, очень большой путь прошли достойніші люди, которые создавали этот памятник. Я просто счастлив был внести маленьку-маленьку скромную лепту в эту работу, но это действительно труд и воронежцев, и гомельчан, и минчан, и москвичей, и смолян. Это огромное общее дело. Со словами падяки за ушыновання памяти славутой сям'и Люсьюковых и веншаваннями да ўсяго беларускаго народа у День незалежності выступило керавництва Воронежской в області. Менавіта Камандарм, герой Советського Союза Александр Люсьюков празгады об'яднаў беларускую і российскую землі. В 2008 году наша организация была разработана программа, акція называлась подвиг генерала и в рамках данной программы было обнаружено захоронение Александра Ильича Люсьюкова. Два года проходили экспертизы по установлению личности, проводились тесты ДНК и в 2010 году с отданием всех воинских почестей Александр Ильич Люсьюков, командующий 5-й танковой армии, был со всеми почестями захоронен в братском могиле номер 2 город Воронежу. Подяка нашым прославленым землякам и новая славутость города на скрыжаване проспекта Перамоги и площа Перамоги. Той самой великой Перамоги, за якую отдали свои житцы Александр, Пётр и Яуген Люсьюковы. Наталя Капрыленко, Валера Игапанько, телерадио Кампания Гомель. Урочистый митинг у Гонор 75-й годовины вызволения Республики Беларуси от немецко-фашистских захопников и холодного державного свята краины Дня Незалежности прошел в агрогородку Поколюбичи. В годы войны везка была спалена, а территорию вызволялись тяжкими боями. Сучасные выгляды в уголе и основания Поколюбича выник героичного и працованного подвига наших дядов и прадедов. У самом сердце агрогородка Поколюбичи памятная композиция из некальких скульптур, гранитные постаменты, мармуровые плиты с сотнями прозвищов. Гэта братская могила, у якой останки каля 680 солдат, оборонцов и вызволителей везки и города Гомеля. Ясче 300 именов жахаров Поколюбичи, у якие не вернулись с фронту. У самом початку Великой Отчины войны, каля гэтай везки проходила линия обороны Гомеля, некальки разов населенный пункт переходит з рук у руки. И тут отбывалися и при вызволении территории в 43-м. Многие не убачили перемогу советского народа. Память, повага и пашана усим вызволителям. Беларусь незалежная, дякуючи их подвигу и самоотданости. Все вы являетесь наследниками тех людей, которые взаимовали победу, которые строили республику. И вам в дальнейшем желаю, чтобы вы укрепляли республику, работали на благо народа. Белорусского. Здоровья, счастья, благополучия. Угоды оккупации подчас фашистских карных операций в Гомельском районе спалено 59 вёсок. Шесть из них так и не были одновлены из руин и попелу. Покутливой смертью загинули 439 мирных же хоров. 2000 человек были согнаны у рабства. И твой народ, а я его частичка, всегда с открытой, добрыю душой не разжигался злобой, словно спичка, соседствуя с народностью другой. У память об усихах вярах войны, хвилина маучанья, только гуки метронома пронизываются до глубины души. На суперок задумок ворога життё нашего народа протягнулося. Захавать сдобытую незалежность – наш обовязок. И як и захавать память об тих, кто даў нам великое право жить на свободной земли. Независимость – это прежде всего память. Память тем людям, которые обеспечили своим трудом, своим подвигом, мирную жизнь, возможность каждому реализовать все свои самые наилучшие, добрые, амбициозные проекты. Независимость – это желание жить, любить, дерзать и действовать во благо народа, во благо территорий, во благо Республики Беларусь. Евгения Кухаронек, Василия Сипцов, у Телерадоя компания «Гомель». Аллея славы воинов-интернационалистов, два стадионы и веслярная база. У Житковичах день незалежности означали открытием новых объектов. На свяце у районным центры побывали наши корреспонденты. Официйное отделение повеслований на Байдарках и Кануэ у Житковичской детячей юнацкой спортивной школе открыли летость и навыд набрали на его каля 50 человек. Правда, занятки мели больш территычную накерованность. Амальгоц потребился для того, как собрать каля 60 тысяч рублю и побудовать базу. Да помогали усе профсоюзные организации, знакомитые земляки, кепрымали удел у мероприемства года малой родимы, мясцовые жахары. Для реализации запланованного провели некольки субботников. В объединении профсоюзов перечислили деньги, значит, проведены субботники. Люди, вот у нас случай есть, сегодня он парень был награжден, а ребенок занимается греблей у нас, значит, его отец отработал, ну, я думаю, что дней 20 на безвозмездно на строительство нашей базы. У Рашиста прием ветерану, концерты аматорских коллективов, выставы, показальные выступления, тематичные пляцовки и аллеи здоровья. Святочная программа у Житковичах протягивается весь день. Подставы провести свято в добром настрое есть. В районе реализуется шерох проекта, что дозволяет пополнить бюджет и створить новые аппаратные места. На Туровском молочном комбинате увели у эксплуатацию новую линию. У отповедности с даручанием президента у самих Житковичах открыли вытворчость по ремонте руховиков. Ображатого подчас работы Гомельского экономичного форума Житковичане подписали договор с австрийской компанией об суместной распроцовце за аллежа у белой глины. Полезное ископаемое сегодня позволяет нам обеспечить Республику Беларусь сырьем для бумажной отрасли, для производства керамики и так далее. Это единственное будет в Республике Беларусь производство белой глины. У Рашиста и шесть поголовной в улице Житковича своя особливая гляд досягнение у района. Разом с простовниками организации и органов улады у делу связи приимают и гоноровые гости. Наместник старшиней Федеральной национально-культурной аутономии беларусов у России Оксана Солопова у Житковичах не упершиню. Кажет, что заусю дотекавится справами своей малорадимой и имкнется заховывать эти традиции у Российской Федерации. Всего в Российской Федерации почти 100 подобных организаций и автономии и других объединений беларусов. Это очень мощная, очень инициативная структура, которая занимается в рамках своей уставной деятельности сохранением и развитием беларусской культуры, национальной культуры, беларусского языка, беларусских традиций, популяризации беларусских традиций. Ну и в рамках своей очень активной общественной деятельности Эта организация взаимодействует с Республикой Беларусь. Всю летнее святкование Дня Незалежности Жахарам Житковича заполнится открытием некольких спортивных объектов и аллеи славы воинов-интернационалистов. За час войны в Афганистане загинули 14 жахаров района. Народимы об их памятают. У самих Житковичах некольких годов тому попадавали каплицу в память о подвигу земляков. Сегодня к аллее открыли аллею с фотосдымками загинулших. Организация такая, я вообще возглавляю ее с 87-го года, бессменно. И за эти годы сделано, конечно, большое. Мы и открыты, видите, в центре города и памятник, и мемориальные доски открыты всем, где возможно было, если было возможно на улице, где жили, на той улице, на доме, где жили. Переименовали улицы тоже, где было возможно, старые переименовали, где такой возможности не было, новые улицы в городе открыли. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» с Житковичау. Разом мы можем усе. Больше 60 человек приняли удел у инклюзивным пробегу по центральной улице Гомеля. Про спорт да здорового життя. Такие меты ставили перед мероприемством организаторы. Областное объединение инвалидов-спинальников. Забег объединал людей с инвалидностью и у всех неравнодушных городжан. Спорт – не только необходная частка реабилитации, а и самый короткий шлях до того, как вернуться до активного життя. Отлеглостью дельникам необходимо было передолить невеликую – от площади Ленина до сквера и мягромыки. Однако невыники стояли на коне. Головное – показать, что люди с инвалидностью являются неотъемной часткой громадства и живут полновартосным життем. Конечно, нужно формировать в обществе положительный имидж о людях с инвалидностью. Это главное. Потом налаживать партнерские отношения как между людьми, так и между общественными организациями, государственными структурами. Это целый пласт проблем, работ, которые нужно совместно вести. Поэтому такие мероприятия стимулируют этот процесс. На финише пробега у сквера и мягромыки разместился инклюзивный город. Тут державные, громадские и некоммерциные организации и товарыствы продемонстровали, как ведется работа по реабилитации и социализации людей с инвалидностью, долучению их до активного громадского життя. Особная частка экспозиции – выники творчей деятельности людей с инвалидностью. Сегодня на Гомельский вокзал прибыл тягник перемоги. Гомельчане и гости областного центра стали глядачами театрализованной реконструкции майских урочистостей в 1945 году. Усех, кто был на перроне, аплодисментами сустракали героев. Тяжко уявить эмоции, какие насамреч отшивали видоводжцы и удельники этих далеких подей. Сегодня черговой святочной подставой для радости стала реконструкция прибытия тягника перемоги. Не бывает бывших побед и необходима связь поколений. И мы сегодня этот праздник делаем для того, чтобы вся бы молодежь подрастающая понимала, что победу купить невозможно. Это очень дорогая цена победы. Каждый третий беларусь погиб. Гомельчане с задовольнением разделили свято и с шановными гостями. У реконструкции примали удел члены исторического клуба города Курска. А на перроне их сустракала Вера Бурнина, якая приехала из Иркутской области России. Поисковики, они нашли могилу моего деда, который погиб 2 декабря 43-го года, сохранит деревню Будда. Я из Иркутской области, город Братск, Братская ГЭС, Байкал. Я оттуда приехал на один день и попал на такой чудесный праздник. Могчимость зазернуть у минулая представила гомельчанам и гостям города так самая экспозиция под назвой «75 мирных годов». Ударная праца, побыт и отпочинок. Тематичные стенды перенесли глядачов на 10 годы назад. Неполторная атмосфера створалася костюмами и вобразами, декорациями и речами. В середопошних шматься правды музейных экспонатов, где еще можно побывать в цырульне советских часов и увидеть невероятного выгляду пристасования для стрижки и сушки волосов. Изменилось все колоссально. Единственное, что осталось название – фен для волос, машинка для стрижки. Вот раньше были такие машинки, сейчас все электрическое, современное, более удобное для работы и для обслуживания клиентов. Для открытого акционерного товариства «Гомельбуд Материалы» 2019 год юбилейный. Предприемство означает 70 годов с дня заснования. Свою историю тут поважают и сберегают. Экспонаты из уластной выставочной залы представили гомельчанам. Предприятие развивалось, люди старались, работали. Все эти поддерживали стахановские движения, социалистические соревнования, коммунистического труда. Книги почета сохранились, это старые, куда заносили. Передовых рабочих. На выставе 75 мирных годов проставники розных поколений узнайшли для себя нечто цикавое. Нехто вспомнил молодость, а нехто докранулся до истории. Увидел, какая была атмосфера в Советском Союзе, как люди работали, и вот эти наряды, которые раньше были. Ну, я еще увидел интересные экспозиции, там, где тоже показывают старые вещи, какие-то, может, военные, какие-то вот именно предметы. Через них мы тоже черпаем какую-то историю нашего народа. Особливый ажиотаж, что не зевляет, вокруг выставы военной техники и узброения. На площади имя Ленина разместились как сучасные узоры, так и те, что примали удел в Великой Айчинной войне. До стенда со стрелковой зброей черги, ожидающих поднимать в руках легендарное ППШ ТТТ, было шмат. Познайомиться можно было и с сучасными узорами стрелкового узброения, кулеметами и автоматами Калашникова, снайперскими винтовками. С военной техники – гарматы, некоторые и зараз стоят на узброении белорусской армии. Большая же – музейные экспонаты. Особливо до сподобы выстава проишлась детям. Культурное мероприемство с притягальным народным колоритом. Четвертый год запр, Гомель поддерживает национальную эстафету и проводит свято-вышеванки. Головная идея – символичный белорусский шифр, простогодие, объединенное поколение. Сегодня свято-вышеванки собрало гостей и удельников на площади Повстанья. Спевые танцы, в уличные квесты и майстер-классы, актив областного объединения БРСМ подрихтовал насыщенную программу. Площа перетворилася у городок самых разных интерактивных пляцовок. За авторскими вариантами популярных композиций со сцены выступали молодые выканавцы. Подчас майстер-класса угороджанам пропоновали сделать прическу с упрыхоживаниями в народном стиле, попробовать расшифровать знаки народных вышивок и освоить выработку вышиванки с паперы. Это площадка университета имени Франциска Скарины. Вы слышите, какой голос он просто сел от того, мы делаем вытянанку. Самые первые шаги белорусский орнамент и подарок дети, пройдя все квесты, наклеивают вот такую штучку. Все очень просто, но для уличного квеста все просто очень круто. Повиншевать хамельчан и гости города с Днем Незалежности Беларуси приехали белорусский гурт Тягни Таукай и заслуженный артист Российской Федерации Валерий Сюткин у супроводжения рок-н-ролл-бэнда. На концерт на стадион центральный отправилась и наша здимечная бригада. Открывал святочный концерт знакомитый белорусский гурт Тягни Таукай. Вокалисты с первой минуты сняли святочный настрой слухачев Ящевышей и покорили гамельчан своей энергетикой. После на сцену снялся заслуженный артист России, гоноровый дейдж мастатства Валерий Сюткин. У подарунок до Дня Незалежности Беларуси он разом со своим рок-н-ролл-бэндом подрихтовал концертную программу под названием «Тое, что треба». Мы делаем свою работу на полную катушку, потому что мы ее любим. И действительно большое удовольствие. Я работал в Гомеле, это не первый мой визит. Но трудно припомнить, когда уже. В интервью перед початком концерта Валерий Сюткин отзначил, что любит экспромт, например, заменять некоторые слова в песнях. Так сегодня нечеканно для присутствующих в добрый ведомых у Семратках з'явился город Гомель. Запошняга концерту, який Валерий Сюткин давал у Гомеля миновало больше как 10 годов. Прихильники его творчести поспели замаркотиться. Однако сегодняшний концерт живая музыка и выполнение доставил соправдное задовольнение. Подарунок гомельчанам до Дня Незалежности Беларуси удался. Евгений Кухарунок Сергей Негеревич и Гармары с Чанкотелем радио компания Гомель. Святочные мероприемства протягиваются. В вечере жихаров Беларуси объединяет республиканская акция «Праспеваем гимн разом». В Гомеле гимн загучится 22 годины. Долучиться до шматли Кагахору могут у всех гомельчаней гостей города на святочных пляцовках. Подапошние акорды небо над городом раскветят яркие огни салюту и фейерверков. Это и так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин